Когда я смотрела со своей дочерью этот мультик, конечно, я по-другому представляла. Это не вошедшие режиссёру кадры. Это не вошедшие кадры просто. Я не считаю, что то, чем занималась у Ольга, мы как-то имеем право закидывать камнями и гнобить этого человека, потому что это её выбор, это её жизнь. Вопросы у меня тут к Ебарову, если честно. Илюх, ну вот странно, да, ты живёшь с человеком в настоящем, а выносишь мозги из-за того, что было в прошлом. Ну, почему нельзя сесть, поговорить с человеком, тет-тет сказать, выяснить, сказать, Оль, чё было, чё не было там, ты расскажи, пожалуйста. Я получила по лицу, и я... Ты врёшь. Ну как врёшь? Чё ты врёшь, я не пойму. Уйди, давай, чё ты врёшь. Слово кому дали? Тебе, мне, я не понимаю, здесь, чё у нас происходит. Вот, Ксюш, каждый её шаг – это враньё. Приходит Настя Кеушкин, да, позвала меня, вот, я посмотрел на эти фотографии, да, там, ну, интимные фотографии. Вот, а такое в жизни бывает, когда люди на расстоянии, да, там, ну, любимому человеку, как она мне это пыталась доказать и в уши мне налить, то, что она ему отправляла эти фотографии. Понимаешь, мы... Видео. Да, видео. Нет, фотографии это было изначально. У меня сразу возникал вопрос, может быть, у неё действительно за периметром ещё не закончились отношения, понимаешь? В конце, и потом, заходим мы в общий дом, мы не посмотрели, что на этих фотографиях, оказывается, стоит время, понимаешь? Там, 16 секунд, кто-то, понимаешь, потому что денег больше не хватило, понимаешь, у людей. Есть такое, вот, набрали мелочь, кинули ей, там, блю-блю-блю, она получила их, всё, она сделала своё дело. Дальше, потом видео, дальше видео пошло, там, два, потом, вот, мне сейчас фанаты прям скидывают, а на данный момент прям всё по времени расписано, понимаешь? Она говорит то, что я этот сделал чат для своего любимого человека, который там находится, не знаю, где, далеко, понимаешь? Вот. Ну, начинаю я опять говорить, ну, может быть, она это сделала. Тут всплывает анкета, сколько она стоит, там, после этого, понимаешь? И я выяснил, что Оля, наша хорошая, добрая, красивая девочка, оказывается, брала вот за этот, там, виртуальный инфильм. Я не понимаю, помолчи, ты выскажешься, тебе дадут слово. Дай я скажу, вот, она брала 150-200 долларов за это, понимаешь, за этот интим. Минимум. Вот, минимум, да. Мужчина мой, меня садин дал, помогал финансово. Помолчи, тебе дадут слово. На данный момент, когда я зашёл и сказал ей, пошли в женскую спальню, я тебе дам 500 рублей, ты мне сделаешь вот так, понимаешь? Она сказала, я штуку долларов за это беру. Ибаров, вот смотри, как ты смеешь так про меня вообще говорить? Ты не смеешь реально никакого права так о ней говорить. Встретил девушку, узнал потом у неё, что у неё такое прошлое было, скажи, извини, Рапунцель, нам с тобой не по пути. У меня другие моральные принципы по жизни, цели, даже если это было в прошлом. Я не могу с этим смириться, потому что у нас в колхозе это не принято, например, да? Ксюша. Всё, сказать, меня бабушка не поймёт. Ксюша, надо... Ну, я тебя пойму в этом. Откуда столько эмоций по отношению к человеку, к которому ты 4 дня знаешь? А почему ты не хочешь на мою сторону встать? Давай я встану на твою сторону. Почему? Да не надо, Ксюша, вставай на её сторону. Всё, я молчу. Иди, я встану на твою сторону. У нас проституток мы будем здесь обсуждать и брошены. Мы будем этих обсуждать. Помолчи, которая рогатку вот так и сдвигает. Ксюша, это проститутка для меня, потому что я рос в нормальной семье и воспитывался. И где моя мама работала до пенсии, чтобы содержать нас двоих и пошла своё тело продавать. Оль, смотри, я считаю, что в этой ситуации твоя задача была сказать, конечно же, правду. Да я не знала, что он отомстит, он любит меня, понимаете, таким способом чувства. Можно я скажу? Да что я вру, я искренне говорю, ребят. Меня это очень тоже... Это как гористь по жизни, настоящая... Не обязательно нужно отдаваться физически, чтобы быть проституткой. То есть проститутка это понятие, описание поступков женщины. Когда я сегодня разговариваю с Рапунцель и говорю, то есть она вот опять, этот человек, она вообще не слышит. Ей 20 человек сегодня сказали, хорошо, это твоя жизнь. Но если ты говоришь, что я хочу поменяться, ну скажи, что да, я там в чём-то ошибалась, и я хочу измениться, я хочу новых отношений. Правды нет, потому что человек вот просто хочет себя выгородить. Потому что реально сначала это было сказано, это я к Рудневу подошёл и сказал, ты говорю, иди с ней поговори. Он не хотел с ней разговаривать. К Ебарову. Ой, да, к Ебарову. И разведи её, чтобы понять, где действительно правда. Потому что она реально говорит, сначала это молодой человек, потом она сказала, что она этим зарабатывала на жизнь и купила квартиру и машину. Опять же, это её дело. Она делала это за периметром, и каждый выбирает свою жизнь. Но когда я с ней разговариваю, и она мне говорит о том, что она этим занималась, потому что всё так дорого, шампуни дорогие, что она хочет дорогие шампуни. Но я считаю, я считаю, что порядочный человек, если понимает, что на шампуни на дорогие не хватает, моется более дешёвым шампунем. Институтка живёт внутри человека. Здесь, я согласен с Ебаровым, нельзя это выгораживать. То есть нельзя, это её дело, я согласен, это её дело. Но если она с этим делом... Я не выгораживаю её, вы не понимаете. Зачем кидать камнями в женщину, с которой ты там спал, с которой у тебя были отношения? Скажи, извини, нам не по пути, это не моё. Здесь согласен, здесь согласен. Всё, я же не говорю, девчонки, идите, отращивайте волосы, идите, раздвигайте ноги. Я же не за это агитирую. Я агитирую за то, чтобы люди вели себя корректно, что бы ни происходило, чтобы был какой-то такт, понимаете, чувство такта в человеке. Потому что я понимаю, что он там парень с горячей душой, что он такой, знаете, действительно искренний, там, мама для него пример. Это всё очень во благо и хорошо. Но он не имел права распускать руки и разговаривать, что это её прошлое, это её жизнь, да? Ещё раз говорю, она не вышла за него замуж, а потом это вскрылось. Короткий вопрос. Ты удалила анкету? Нет. Вот я не могу понять. Да на ней деньги ещё висят, вы что говорите? Я зашла в мае. Там на ней ещё деньги висят. А что за эти информацию? Анкета, которая... Подожди. Чтобы работать, нужно регистрироваться. Подожди. Географию, фотографию. На данный момент, анкета. Где работать нужно? Ну вот этот сайт, который мне Алекс дал. Зачем для Алекса нужна анкета? Название, цена, рост, вес, сиськи. Да с мини-бодками были проблемы, чтобы мне помогать финансово. А скажи мне, пожалуйста. Ты говоришь о том, что ты не удалила анкету, потому что ты не думала, что все узнали. Секунду. А скажи мне, пожалуйста. У тебя эта ситуация... Не знала, что-то всплывёт. Тебя эта ситуация огорчает? Конечно, мне неприятно. Огорчает. Хорошо. А скажи, пожалуйста, а что тебя больше огорчает? То, что все об этом узнали или то, что ты им занималась? То и то. Мне стыдно. Я скрывала это. Когда человек вынуждает жизнь делать такие вещи, продаваясь, ещё что-то. Ну, явно это какая-то история жизненная, которую, наверное, все бы поняли. А момент, что ты говоришь о том, что тебе просто неприятно, что об этом узнали, но знаете, как нагадила, блин, узнали об этом, косяк. А если бы не узнали, ну как бы нагадила и нагадила, да? Это твоё право. Просто если бы ты сейчас сидела и говорила, ребят, это мой выбор, я хочу так. Это моё право. Я не собираюсь отчитываться. Я так зарабатываю деньги. Мне так ближе по духу. Я не хочу сидеть в офисе, там, планктоном, понимаешь? Я сказала, за 15 тысяч я не готова работать. Вот я сейчас это сказала, а ты мямлишь и хочешь жалости. Ни в коем случае осуждать тебя вот так за какие-то комитеты никто не должен. Но просто ты выбери для себя позицию. То ты говоришь, что тебя обижает сам факт, что узнали, то тебя обижает сам факт, что ты вообще попала в эту ситуацию. Скажи честно, что у тебя в жизни такое происходит или кто тебя заставляет это делать? У меня новая жизнь, нового листа я начала идея. Капунь нужна была и юбка за 100 тысяч нужна была, понимаешь? Да нет. За пятнашку, если работать за пятнашку на заводе, бычить, как у меня мама работала в своё время, да? У нас было двое детей. Нет, я просто скажу. Нет, я скажу. Двое детей было, да? Она работала продавцом, бежала в обед, чтобы нас вот так укачать. Бежала уборщица и полы мыла, да? И вечером приходила, укладывала, когда бабушка сидела. Она бежала сторожем работать, чтобы двоих поднять. Я не разрешала работать. Мужчина тебе чат создал. Мама-то её, подожди. Мама выбрала такой путь, а другая женщина другой путь. Она выбрала такой. Так я просто хочу, чтобы она приняла позицию, что её больше пугает. А если её вообще всё равно, то, что думают о ней люди, то, что она сама комфортная, ей так кайф. Понимаете? Да скажи об этом вот так. Чё ты ноешь, чё ты плачешь тогда? Ребят, я хотела, я занималась. Какие проблемы? Не хотела, я в беде. Меня заставляют счёт. Скажи, как оно есть. И тогда народ поверит тебе, ребята, откровенно, искренне. Не виляй. Ну если бы мне не нравилось, да, вот так, ублажать своего мужчину, я бы, наверное, этим не занималась. Вот это подожди. Есть анкета. Давай так. Если тебе просто нравится заводить мужчин и получать ещё за это деньги, правильно? Кремень. Чесноку скажи. Ну, понятно, очевидно, что так и есть. Хоть один честный ответ. Ты будешь с ней или нет? Конечно. Шанс есть у Рапунзе? Я ничего, я, Ксюша, во-первых, не готов даже сейчас об этом говорить просто. Хорошо. Надеюсь, что в скором времени ты всё-таки ответишь на этот вопрос. Оля, а ты? У меня чувства к человеку. Я не знаю, простит он меня или нет. Которому? К релье. Ну, имей в виду, что у Ибарова денег нет. Он парень простой. И вот здесь как раз дорогих шампуней ты не дождёшься. Поэтому либо выбирай любовь, либо дорогие шампуни. Если расчёт, то тебе надо за расчётом в другое место. Я выбрала его не по расчёту, сразу его приняла такой, какой он есть. А за авторитет. А приняла ли на самом деле, покажет только время. А я прошу администратора вынести бюллетени, потому что у нас сегодня мужское голосование.